Золотые слитки, пачки рублей и долларов. Это и не только обнаружили следователи в доме сенатора Рауфа Арашукова, который был арестован больше суток назад. А сегодня под стражу были взяты его отец Рауль Арашуков, советник главы Газпром Межрегионгаза, а также еще четыре фигуранта дела о многомиллиардных хищениях природных ресурсов. Об обысках и о заседании Басманного суда корреспонденты Вестей Денис Новожилов и Виталий Кармазин. Рауль Арашуков уже в Басманном суде. Он пятый подозреваемый по делу о преступном сообществе, кого сегодня привезли в Москву. Когда следователи только начинали допросы задержанных, в Карачаево-Черкесии шли масштабные обыски. Несколько автомобилей с оперативниками ФСБ и вооруженными бойцами в масках въехали на территорию спа-отеля Адьюих Пелос. Это роскошное место считают владением личной резиденции Арашуковых. Мой коллега Денис Новожилов работал у поместья во время обысков. Мы сейчас видим, как на территорию отеля въезжает автомобиль полиции и два эвакуатора. Вероятнее всего, они увезут отсюда какие-то арестованные автомобили, принадлежащие семье Арашуковых. Вход и выход были блокированы. Внутрь не пропускали даже родственников отдыхающих. Они там не подстраживали. Послушайте, детей по фамилии, все нормально передали. Они там играют, все нормально. Мы и хотим их увидеть. А это кадры с территории поместья. Невероятный вид. Комплекс с искусственным водоемом окружен горами. На территории ландшафтной дизайны даже своя выставка ретроавтомобилей. Два из них уже увезли следователи. Это еще один дом Арашуковых. Уже в Ессентуках. Помпезные холлы, винтовые лестницы, позолоченная мебель, камины, личный спортзал, личный бассейн. В родовом ауле Арашуковых, что в 30 километрах от республиканской столицы, о резонансном задержании знает практически каждый. Только вот говорить на эту тему готовы не все. Чиновники из администрации Хабезского муниципального района, который около года возглавлял Рауф Арашуков, срочно отправились по делам. А секретарь то пряталась за дверью, то требовала покинуть помещение. Я не могу вам ни на какие вопросы ответить. Вы можете это понять. В администрации поселения Хабеза та же картина. Ничего внятного, кроме как без комментариев, глава Мурат Дауров произнести не смог. Не готовы? Клан Арашуковых в регионе обладал мощным влиянием. Видимо, таким, что отцу и сыну удавалось отбиваться от обвинений в хищении природного газа, давлении на свидетелей, создании преступного сообщества и причастности к убийствам. В 2010-м в Черкесске был застрелен советник президента Карачаева-Черкесии Фраль Шибзухов. Это вызвало огромную общественную резонанс. И до недавнего времени на протяжении всех этих лет и митинги происходили, и пикеты, и слали письма родственники общественной организации, и кто только не подключался к этому процессу, с одной просьбой, требованием, чтобы это дело расследовалось. Родной брат убитого Руслан рассказывает, Фраль претендовал на высокую должность в правительстве республики. Это очень не нравилось молодому и амбициозному Рауфу Арашукову. Когда материалы дела в убийстве забрали в Следственный комитет в Москву, Арашуков был задержан сотрудниками ФСБ. Мы 9 лет почти ждали этого, чтобы именно заказчика арестовали. Исполнителей посадили. Они назвали именно Рауфа, что он им день деньги дал. В финансах Арашуковы явно не нуждались. Вот молодой сенатор на дне рождения отца за несколько дней до задержания режет огромный торт. Но на везде ритки продолжается зажигать. А вот и новые кадры, якобы сделанные во время обысков у Арашуковых. Стол завален холодным оружием, ножны инкрустированы камнями. Золотые слитки 999-й пробы. Классические и в виде 100-долларовых купюр. По некоторым данным, это лишь малая часть того, что нашли у семьи Арашуковых. Обыски уже прошли в 11 городах. Промежуточный итог следствия – арест сенатора Арашукова. В Лефортово Рауфа Арашукова привезли накануне вечером в 22.00 по московскому времени. Сенатора осмотрел врач, а затем парламентария поместили в одиночную камеру на карантин. Это стандартная процедура. Уже через несколько дней Арашукову подберутся камерника. Сенатору выдали тюремную робу, тапочки и фуфайку. Его навестили правозащитники. Парламентарий рассказал, что недоволен камерой, несмотря на наличие телевизора и холодильника, а еще отказывается от тюремной еды. На тот момент, когда мы пришли, был завтрак, но он ничего не взял. Сказал, что не ел и не будет есть, ждет свою пищу. Мы у него спросили, вот если вдруг сегодня передачку никто не передаст, и завтра никто не передаст, то как быть? Будет ли он все-таки тюремную баланду есть? Он ответил, что нет. Всего по делу задержаны 6 человек, в том числе те, кто по данным следствия занимался хищениями топлива у Газпрома. Ущерб 31 миллиард рублей. В зависимости от роли каждого они подозреваются в мошенничестве, создании и участии в преступном сообществе. Все из газовой отрасли вместе с Арашуковыми часто сидели за одним столом, а теперь будут сидеть в одном СИЗО. Наталья Кармазин, Денис Новожилов, Андрей Чистяков, Михаил Алтерков, Дмитрий Малышев и Алексей Баранов. Вести.